Друзья, еще раз привет! Ну вот я нашел самого большого русского парня здесь на выставке, конечно же это Алексей. Леш, мы все недавно узнали, что ты запишил контракт с компанией «Этифина» Европейская компания. Расскажи какие-то конструкции, потому что все недоумения, как это случилось. Мы предложили контракт, сказали, что они, конечно, потеряли Алексея Людкова, как бы и в нужном случае человеке, мы предложили контракт, в принципе, меня все устроило, я его предсчитал. Ну, если не секрет, как бы просто основные моменты, там облачивать эти соревнования, спит, люди помогают, как-то, а всем это интересно. Присылают определенную сумму каждый месяц. И от властьева и от властьева все переезды, перейеты, все расходы с газа стеремонии. Ну, отлично. Скажи, а ты первый раз здесь статибом в качестве атлета? Нет, уже третий раз. А раньше ты ее совсем бывшим фонсором? В большинстве фонсоров. И в прошлом году я представлял фирму тоже. Ну, в принципе, только она была как бы разная такая акция. Просто прессы поставили такие. Просто ты очень большой парень, и они хотели какого-то монстра поставить себе на сцену. Так-то понятно. Расскажи, какие планы ты сейчас как набираешь, отдыхаешь, чего у тебя? Ну, вот отдыхал, сейчас напишу этот тракт. И договорились, что будем готовиться на осенние тракты. То есть, пока что не знаю, какие, но я думаю, что это будут гимнафийские тракты осенние. Всевозможные. Ну, и потом, если все нормально было, то ведь даже и звоню в Америку. А, понятно. Хорошо, получается 8 людей. Расскажи, будь немного, пожалуйста, по твоих тренировках. Просто, если в России кто-то видео снимает, там все знают, как наши спортсмены занимаются. Продвигающие дни очень много видео снято. Примерный твой план тренировок на массо-наборном этапе и примерный план еды тренировок? Наверное, еще нового не скажу. Тренируюсь 4-5 раз в неделю. То есть, два дня тренируюсь в день выходной, два дня тренируюсь в день выходной. Раз в неделю прокачиваю все группы. То есть, по-разному. Понятно. В основном делаешь упор на базовые упражнения. Но сколько повторений? Базовые делаю и еще два. То есть, была еще не в базовых. А какое количество повторений на базовых упражнениях? У меня сейчас в основном идет всегда. Да. Десять или меньше десяти я вообще не делаю. То есть, везде. Понятно. То есть, обычно видят, когда большие думают, ну, наверное, раз на шесть живет на силу. Нет, это уже давно. Это все было в молодости. То есть, как бы стремился над большими западными. И сейчас уже такого нет. Я был запустен в Саиме. Стараюсь чувствовать мышцы и концентрироваться на ней. Чувствую, что она разливается. Что, наверное, все это значит все делается правильно. Хорошо. Окей. А по питанию какой-то народный сынок? По питанию тоже. Питаюсь на наборе. То есть, макароны, рис, мясо, яйца, творог. Понятно. А ты как-то считаешь или просто сколько влезет? Считаю в белок и считаю в белок. Такая история в рецептах? Нет, там. Калории, жиры. Это я не считаю. Понятно. А ты считаешь, там, скорее, там, свой килограмм на вес, умножаешь на количество, там, например, 3 грамма белка на килограмм или ты просто уже знаешь, что хоть и килограмм на гор? Ну, примерно, да, считаю, что... Насколько находиться? Ну, меньше 2 грамм белка по всего лишь? Ну, да. Не меньше. Ну, я понимаю. Ну, может быть, 3, как бы, 3. Где-то примерно получается около 3, а уже ближе к соревнованиям уже 2. Понимаете, в общем, такой огромный дядька есть всего лишь 3, может быть, грамма белка на свой вес. То есть, просто очень часто там начинают писать про 4, 5, 6 грамм белка на килограмм и потом у людей почки отвалятся и стоит это делать. Правильно? Ну, я еще слышал, ты работу поменял, да, раньше ты МЧС белорусском работал, сейчас, чем занимаешься. Потом работал в спецназе, сейчас я работаю старшим тренером в Музыбинском фабарке, у нас были шикарные биломесты в Музыбинском фабарке. Они делают сейчас больше акцент еще на всяких, знаешь, очень известных людях в социальных сетях, там, в Ютюбе, там, в Инстаграме. Просто смотрю, там, парни, которые даже не спортсмены, но у них там стенды, они стоят, у них какие-то спонсоры и соц. Что больше по этому поводу там больше? Я думаю, что да, как бы сейчас интернет завоевал. То есть, как бы, можно быть простым человеком, но оно светится очень часто в интернете и будет создаваемой личностью. То есть, не обязательно завоевать какой-то спор. То есть, и поэтому таких у тебя не привлекает, как бы это. Понятно. Ну, Алексей, спасибо тебе большое, это за нами, которые еще раз тебя поздравляют с твоим контрактом. Вот. И, ребят, всем спасибо. Спасибо.